Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня 2 августа, я вот эти три сорта, перед тем как сейчас их разрезать на семена, я их вот намыла, разложила и хочу вам рассказать, ну не то что рассказать, вот начинающим посоветовать, как можно лучше, ой даже не могу выразить свою мысль, короче так, обычно те сорта засолочные, которые мы солим где-то в конце августа, в начале сентября, обычно мы же поздно, мелкие эти сорта все собираем, солим, но в это время почти ни у кого уже нет огурцов. И я вот раньше всегда применяла такую практику, чтобы делать красивые ассорти баночки, то есть помидорки с молодыми огурцами, выращивала специально вот такие вот ранние сорта. Я вам сейчас расскажу, вот эта вот розовая жемчужина, я вам уже показывала, сейчас буду дегустировать, еще раз расскажу о ее характеристиках. Вот это русские колокола и вот это гном. Почему именно они и почему я хочу остановить ваше внимание на этих сортах, потому что они, во-первых, разные расцветки, этот розовый, этот оранжевый, этот красный. И если делать ассорти, если вы любите не в огромных трехлитровых банках, там неизвестно какого размера, а если вот такие любите, чтобы не только вкусные были, но и эстетически красивые вот эти консервации, вот красный, желтый и розовый, и еще туда такого же размера, примерно маленькие зеленые огурчики, это такие восхитительные, во-первых, они, конечно, и вкусные в консервации, и еще очень красивые банки получаются. И что удобно, из-за чего именно эти сорта, потому что эти сорта ранние, они вот сейчас у меня в конце июля, со среди июля уже плодоносят, среди и на конец июля они у меня уже готовы, и в это время еще есть молодые, маленькие, хрустящие огурчики. Потому что когда люди солят в сентябре, то огурцов для ассорти уже таких мелких нет, это надо или отдельно высаживать еще одной волной огурцы, или там режут некоторые дольками. Но вот если вы будете выращивать именно вот такие, вот это я уже рассказывала, вот эти два штамповых, розовая жемчужина и гном, но тут гном у меня еще немножко изрезан, я приготовилась показывать вам его внутренности, вот гном и розовая жемчужина вообще без проблем, очень-очень рано начинают, и русские колокола тоже, они невысокие, все сорта ранние, невысокие, неприхотливые. Если вы посадите по 10 кустиках хотя бы каждого из этих сортов, то уже в конце июля, то есть вот неделю назад уже можно было делать, две недели назад, вы уже можете сделать вот такую консервацию ассорти, именно томаты и огурцы, четырехцветную, розовый, оранжевый, красный и зеленый. Живописные банки получаются, ну и конечно очень вкусно. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это просто небольшой практический совет для начинающих, что не обязательно ждать сентября, и не обязательно засаливать только те сорта, которые, те томаты, которые остаются у вас поздно, вот эта всякая мелочь, можно посадить специально вот такие аккуратные, прям кукольные томатики, и делать из них ассорти, все.